Дамы и господа, я всех приветствую. Давайте распакуем очередную посылочку, которая мне пришла с Алиэкспресса. Я уже примерно знаю, что здесь находится. Я заказал две пары вот таких вот наушников. Это новинки Rockspace Y7 и Rockspace H1. Первая пара это Bluetooth наушники, вторая пара это простые спортивные наушники. Обе пары позиционируются как спортивные наушники, поэтому я их, конечно же, протестирую в спортзале. И, в общем-то, в таких более-менее экшн-условиях. Давайте вскрывать, посмотрим, как упаковано. Кстати, Rockspace обычно упаковывают неплохо свою продукцию, и в этот раз они не ударили в грязь лицом. Я стараюсь всегда новинки этой компании обозревать, потому что мне нравится то, что она делает. Я полюбил эту компанию еще с того момента, как они были компанией Rock, когда это была только одна компания. И, в общем-то, вот это подразделение Rockspace мне очень импонирует. И что я могу сказать? Они напутали, они мне прислали Y6 вместо наушников, которые называются Y7. Вот, обратите внимание. Наушники стоили 12 долларов, и эти практически тоже 12 долларов. Доставка бесплатная. Эти наушники Y6, они у меня уже были, и вы наверняка знаете мое мнение о них. Я о них рассказывал в отдельном видео. Поэтому сегодня про эти наушники я ничего рассказывать не буду. Кому интересно, можете посмотреть то видео. Я напишу и узнаю, в чем же причина, почему они напутали и прислали не те наушники. Я больше чем уверен, что они извинятся и скажут, давайте мы вам пришлем другие. Обычно так решается вопрос с нормальными магазинами. Кому интересно, чем все закончилось, смотрите в группу ВКонтакте, я там опубликую. Итак, здесь у нас новинка, это компания ROCK, которая сделала свое подразделение ROCK SPACE. И в этом подразделении она экспериментирует со звуком и в общем-то с другими гаджетами, такими прикладными для мобильных устройств. Что мы здесь видим? Мы видим яркое преимущество, это магнитное крепление, то есть они друг к дружке притягиваются, и вы их не потеряете. Защита от влаги, это уже здорово. Значит, они 100% будут отлично себя вести в спортзале, в отличие от Xiaomi, которые первая модель Xiaomi, спортивных так называемых, она у меня окислилась от пота. И в общем-то прогнила кнопка. Умные беспроводные наушники. Посмотрим, чем они так умны. Конечно же, я сделаю обзор на эти наушники полноценные. Расскажу, понравились они мне или не понравились, спустя месяц-два использования. Пока что это первое впечатление, распаковка. Здесь я расскажу и про звук, и про то, к каким устройствам я подключал. И немножко посмотрим, как упаковано и какими характеристиками обладает. Характеристики на двух языках, китайский и английский. Поддерживается Bluetooth 4.2 и DR. Поддерживаются профили Bluetooth все, ну кроме APTX, понятное дело. И мы видим, что у нас здесь даже частота, на которой передается сигнал обозначена. Обычно это не пишут. Расстояние до 10 метров, это стандарт. Время, во время разговора по мобильной сети 3 часа. Время прослушивания музыки 4 часа. И есть автовыключение через 5 минут, если не было никаких источников звука. И еще говорится о том, что здесь 60 мАч аккумулятор. В общем-то, они должны быть довольно легкие, если такая небольшая емкость. Есть разные расцветки. К сожалению, когда я смотрел на эти наушники, вот этих расцветок всех не было. Была расцветка только красная. Здесь она вот помечена отдельно ручкой. Ну, конечно, не очень премиально, если ручкой помечают они сразу принтом. Может поддерживать до двух устройств. Это я минимум, думаю, из этой картинки. Шумоизоляция. Ну, так они позиционируют. Кто знает. Посмотрим, послушаем. Для этого я и заказываю данную технику, чтобы слушать, а не верить просто каким-то надписям. Итак, наушники у нас почему-то перевернуты. То есть, скорее всего, их... А нет, это у них такое позиционирование. То есть, когда вы их покупаете, вам нужно их вот так достать, а потом перевернуть. Ну, не совсем правильно, не совсем лаконично. Вот это стекло, вот это вот окошко, оно должно быть вот здесь. Немножко они не додумали. Дизайнер решил схалтурить. USB, micro USB кабель. По длине где-то сантиметров 30. Очень эластичный. И кабели делает, конечно же, компания ROG. Кто не в курсе, ROG это основная компания, а ROG Space это дочерняя. Есть два комплекта вкладышей. Большой и маленький. А это у нас средний здесь установлен. Что у нас по уплотнению? Уплотнение здесь используется как внутриушное, так и, конечно же, стандартное внутриканальное. Причем, что самое интересное, мне немного непонятно, как они так сделали. То есть, ты либо можешь использовать вот эту приблуду, вот с таким вот уплотнением, и меньше размера, и больше у тебя не будет. Либо тебе придется использовать вот эти вот насадки, вкладыши, но тогда у тебя не будет вот этого упора. А вот этот упор, он очень удобный. Он, я уже ощутил это на Блицвульфах. На тренировках я использую Блицвульф в основном с APTX. И, естественно, там вот эта штука, она действительно помогает наушникам четко, плотно зафиксироваться и не болтаться. Поэтому не знаю, чем они думали. Все-таки в этих наушниках, ну, наверное, из-за цены дизайнеры не сильно-то и решили мудрить. Я удивлен, они поставили металлический корпус. То есть, вот это у нас алюминий. Резиновый уплотнитель. Если провод будет перегибаться, то, в общем-то, это позволит продержаться проводу подольше. По поводу защиты. Никакой защиты нет. Просто пластик. И, собственно говоря, никакой сетки, ничего нет. Сразу туда в капсулю уходит это пространство. Поэтому это плохо. На наушники сэкономили. Кто-то думает, да что это ты прицепился к дизайну, к тому, к сему. Все складывается, вот такие впечатления из мелочей. Где-то над дизайном не поработали, где-то еще над чем-то. Они могут быть классные по звучанию, но неудобные. Как у меня были одни из наушников Blitzwolf. Поэтому это очень важно. Вот так вот они выглядят, как стандартные Bluetooth наушники. Ничего сверхъестественного. Теперь по поводу... Ух ты! Смотрите, какой разделитель они сюда запихнули. Вау! И он еще и нормально работает, функционирует. Смотрите, нигде не цепляет. Вот это круто! Вот за это реально респект! Это будет очень удобно, чтобы обжать вокруг шеи или подбородка ваши провода. Так, здесь у нас есть уплотнитель. Здорово! И здесь уплотнитель. Наконец-то в пульте используются уплотнители. И здесь точно такая же конструкция. Есть указания левой, правой. Если мы их снимем, то никаких указаний я здесь не вижу. Только один комплект таких вкладышей сделали. Очень странно. Видать, решили сэкономить на аксессуарах, но в звук вложились. Я в это верю. Светодиодный индикатор показывает, в каком режиме сейчас наушники работают. Есть пупырышек для того, чтобы определить центральную кнопку. И обозначение плюса-минуса громкости. Как всегда, скорее всего, поддерживается и отклонение звонка, и переключение треков, помимо громкости. Здесь у нас надпись Rock Space, гордая. И, конечно же, отверстие для микрофона. Странно, что они расположили его именно здесь, а не где-то здесь на лицевой панели, для того, чтобы он лучше вылавливал звук. Ну что ж, давайте попробуем их включить. Кнопки нажимаются очень туго. То есть, это действительно сделано для того, чтобы была хорошая влагозащита. Светодиод традиционно красно-синий. Моргает, когда они готовы к подключению. И посмотрите, как интересно. Ну, во-первых, он яркий, хорошо виден. И, во-вторых, сделана такая немножко анимация. То есть, как будто бы это сигнал полицейской машины. Rock Space Movie, вот они уже отобразились здесь. Ну, давайте посмотрим, насколько быстро они подключаются. И что нам скажет ассистент. Раз. Все, подключились. Как вы видите, очень быстрое подключение. Индикация о том, что произошло подключение, не голосовая, как обычно, а с помощью такой мелодии, как будто на фортепиано сыграли. Очень приятно и необычно. Здорово. И сразу показан тот протокол, по которому передается SBC. Ну что ж, сейчас послушаю, как они звучат с Mi Max 3. Послушаю их на разных треках, на разных жанрах. И выскажу свое мнение и впечатление. Это первое мнение, первое впечатление об автономности, о том, насколько они хорошо покажут себя в спортзале, в разных условиях. Обо всем расскажу в обзоре. Но он будет не скоро. Ну что, как вам громкость звука? Приличная? Сейчас немножко расскажу об этих наушниках, которые мне пришли с Алиэкспресса, с официального сайта, с официального магазина Rockspace. Что могу сказать по поводу качества звука? Звук понравился и удивил, потому что стоят они около 12 долларов, как вы могли видеть. И, в общем-то, понятно, почему они такие дешевые, потому что есть везде различные недоработки. Где-то в дизайне, в комплектации. Что еще хотел сказать и забыл показать. Вот здесь у нас на нижней части micro USB порт. Он необходим для зарядки. Теперь по поводу конструкции. Вот если посмотреть внимательно, посмотрите и вот на этот шовчик, присмотритесь, как он выполнен. То есть вы видите, да, что видно, что на них сэкономили немножко по качеству. В целом, если брать их по удобству, это отличные наушники. Несмотря на то, что я взял самый маленький размер, а он обычно у меня чуть меньше идет. Все равно удобно встали. Еще один момент, который порадовал, это звук, о чем я говорил. По автономности ничего не могу сказать, потому что вот только немножко послушал их. Слушал на разных жанрах. Слушал электронную музыку в основном, но также немножко послушал и инструментальную музыку, в том числе и рок-музыку и так далее. Из плюсов, посмотрите, магнит, то есть вы можете спокойно их прицепить вот так, и они у вас не потеряются. Вот так вот кидаете на шею, все, они примагнитились, и вы их не потеряете. Немножко, может быть, хотелось бы, чтобы они поработали над цветовой палитрой, потому что вот этот цвет выглядит на картинках очень приятным. Но в жизни, вот посмотрите, в жизни это такой блекло-розовый, девчачий, просто детский цвет. Я думал, что он будет более приятным. Я его заказал, потому что на картинке он выглядит более персиковым. В остальном наушники могу рекомендовать для нетребовательного пользователя, если вы просто любите хороший, качественный звук, но вы не аудиофил, головного мозга у вас нет аудиофилии, и также вы не слушаете, например, флаг, вы не слушаете, например, до этого не пользовались APTX, и, естественно, если вы уже воспользовались однажды APTX, и у вас смартфон поддерживает эту функцию, то, понятное дело, что вам не захочется пересаживаться на такого плана наушники. Но если вы это не пробовали, то либо не пробуйте, либо, в общем, они вам понравятся 100%. Хороший бас, мне понравилось, то есть я был удивлен, что такая маленькая капсулка и такой плотный бас. Хорошие, вот низкие частоты, прям вот не зажаты. Это здорово. Естественно, так как хороший бас, то кажется, что верхних частот не хватает. Но если немножко послушать подольше, ты понимаешь, что с верхними частотами здесь полный порядок. Может быть, чуть-чуть не хватает серединки. Особенно это касается инструментальной музыки. Там все-таки серединка, она несет такую сочность. Ну, может быть, могли бы добавить, но все на любителей. И к тому же, насколько я знаю, можно все отрегулировать эквалайзером. Есть переключение треков, оно работает, это здорово. По качеству звонка еще не тестировал. Вот только-только на горячую записываю свои впечатления. Хорошего настроения. Кому интересно, где покупались, ссылка в описании. И будем разбираться, почему продавец отправил другую пару наушников, не ту, которую я заказывал. Но я думаю, что все будет без проблем, потому что, в общем-то, я у них много заказываю всего. Думаю, что разберемся. Спасибо всем за внимание, хорошего настроения. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях и ждите подробного обзора. Пока.